Студент Самарского училища культуры и искусств Захар Бобицкий специально к диктанту победы не готовился. Провел лишь несколько дополнительных занятий с учителем истории. Но тем не менее, его работа стала одной из лучших на региональном этапе. Он блестяще справился со всеми предложенными заданиями на тему Великой Отечественной войны. Просто знал, что мне семья давала, что учителя, преподаватели. Я все это впитывал и с уверенностью готов сказать, что достаточно знаю. Захара и других победителей наградили в рамках проекта «Историческая память». Им вручили дипломы и ценные призы. Поздравлял победителей депутат Государственной Думы России Александр Хинштейн. Вопросы специально формируются таким образом, чтобы они вызывали участников интерес, чтобы было потом интересно что-то узнать новое, чтобы у тебя захотелось пойти в библиотеку, залезть в интернет, посмотреть фильм о войне, прочитать какую-то книгу. Над вопросами работают профессиональные историки. Те, кто отвечают правильно на все вопросы, конечно, люди, любящие, знающие историю. В рамках проекта «Историческая память» наградили региональных победителей Всероссийского конкурса музеев, образовательных учреждений, солдаты Великого Отечества. Во многих школах региона есть музейные комнаты, посвященные героям или событиям Великой Отечественной войны. Тех, кто лучше других организовал работу таких экспозиций в своих учреждениях, наградили в номинациях «Городской и сельский музей». Мы для себя же передаем именно ту правдивую историю, именно историю нашего государства. И когда ребята вовлечены, я думаю, всем очень интересно. Прикоснувшись к этому, для ребят это очень важно, очень почетно. И вот именно той линией это пройдет на всю жизнь, запоминающейся такое событие. Учреждения победителей получат также денежный грант. Они могут направить эти средства на развитие музейной комнаты, закупку нового интерактивного оборудования, а также на сбор дополнительной информации и вещей, чтобы расширять свои экспозиции и сохранять память о земляках-героях. Андрей Горгуленко, Валерий Майоров. События.